Приветствуем вас на канале МашНьюз. В дайджестах новой завода России рассказываем об открытых и модернизированных производствах в стране. В Свердловской области запустили новый цех комплектующих для беспилотников. Уральский производитель беспилотников Airbook при финансовой поддержке Минпромторга РФ интенсивно наращивает производственную базу в Екатеринбурге. Накануне компания запустила первую площадку для выпуска комплектующих. Предприятие специализируется на проектировании, производстве, оснащении и модернизации бортового электронного оборудования для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также производстве малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. На модернизацию и расширение производства Минпромторг РФ выделил ему свыше 380 миллионов рублей. На площадке 3000 квадратных метров запущен отдельный механический цех для изготовления деталей и сборочных единиц собственного производства, а также цех кабельно-жгутовых изделий. Мелитопольский завод автотракторных запчастей возобновил свою работу после перерыва еще в мае 2022 года, побыв в простое всего 3 месяца. Завод вернулся к своему изначальному предназначению – автотракторным запчастям и поставляет свою продукцию, автозапчасти, запчасти для тракторов, комбайнов навесной техники на внутренний российский рынок. В месяц выдается до 600 тонн продукции, но в ближайшее время планируется расширить производство до 1000 тонн. Также после длительного перерыва возобновил работу завод «Летейщик» в Запорожской области, специализирующийся на производстве алюминиевого литья. На заводе на данный момент трудится 75 сотрудников, однако производство будет расширяться. Сейчас выпускается 25 тонн литья в месяц, но уже на первом этапе планируется нарастить этот показатель до 40 тонн. Красноярская компания «Гиперплазма» запустила производство импортозамещающих станков термической резки металла. С марта 2024 года компания является участником проекта «Наши чемпионы», который реализует корпорация развития Енисейской Сибири. «Гиперплазма» – центр разработки, производства и поставки машин термической резки металла с числовым программным управлением ЧПУ под задачи промышленных предприятий любого масштаба. Высокое качество предполагаемого оборудования и современные технологии позволили компании приобрести постоянных клиентов как на российском рынке, так и в странах ближнего зарубежья. Станки «Гиперплазма» «Экстра 3D» предназначены для резки листового проката. Исполнение технологических решений позволяет обеспечить стабильную работу машины термической резки при самой интенсивной эксплуатации в жестких производственных условиях. Использование станков на производстве позволит увеличить производительность заготовительного участка, повысить качество получаемых деталей, уменьшить затраты и время на обработку деталей после резки. В результате реализации проекта «Наши чемпионы» компании получают возможность выйти на новый уровень за счет увеличения объемов производства и открытия новых рынков, инвестировать в дальнейшее развитие и реализовывать инвестиционные проекты. Также со стороны корпорации «Развитие Енисейской Сибири» участникам предоставляется консультационно-информационная поддержка и сопровождение в получении федеральных и региональных мер поддержки. Компания «Промет» выпустила в особой экономической зоне узловая в Тульской области производство листогибочных прессов. Электромеханические листогибочные прессы V-Bend с числовым программным управлением – производственное оборудование, предназначенное для гибки и правки листового металлопроката. Станок представляет собой специальное устройство, на котором металлическая заготовка обрабатывается методом холодной деформации. Листогибочный процесс обрабатывает детали в широком диапазоне размеров и форм. Год назад инвестиции в проект оценивались в 1,2 миллиарда рублей. На заводе «Россельмаш» выпущены первые образцы дорожно-строительной техники – фронтальные и телескопические погрузчики. Машины могут быть использованы при проведении строительных, сельскохозяйственных и коммунальных работ. Опытно-промышленную партию погрузчиков подготовят в 2025 году, а серийное производство начнется в 2026. По словам генерального директа «Россельмаша» Валерия Мальцева, фронтальные телескопические погрузчики – первый сегмент рынка ДСТ, на который выходит завод. Фронтальный погрузчик оснащен скальным ковшом объемом 3 кубических метра, рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и способен поднимать груз весом до 5 тонн. Телескопический погрузчик может быть использован для строительных, сельскохозяйственных и коммунальных работ. Машина имеет грузоподъемность 4 тонны и максимальную высоту подъема стрелы 7 метров. Гидравлические выводы позволяют подключать любое дополнительное оборудование. После двухлетнего простоя Барнаул Станкострой возобновил выпуск станков с ЧПУ. Компания Барнаул Станкострой, которая является единственным в Сибири предприятием, выпускающим токарные станки повышенной точности, смогла преодолеть вызванные санкциями проблемы. После двух лет вынужденного простоя на этой промышленной площадке возобновили выпуск токарных станков БСС с ЧПУ повышенной точности. Барнаул Станкострой является дочерним предприятием Алтайского геофизического завода. Компания была создана в декабре 2018 года и вполне успешно заняла в регионе пустующую нишу производства токарных станков с ЧПУ. До этого момента подобные станки в России в основном заводились из Японии, Германии, Швейцарии, Кореи и Тайваня. При изготовлении таких токарных станков Барнаул Станкострой использовал узкоспециализированные системы иностранного производства, поскольку подобные в России не производятся. После введения экономических санкций в отношении России поставки подобной продукции в нашу страну прекратились. В результате предприятие было вынуждено остановить производственные процессы и прекратить изготовление станков. Однако в данный момент, спустя почти двухлетний период вынужденного простоя, Барнаул Станкострой возобновляет производство, поскольку удалось найти новых поставщиков, недостающие натинки из дружественных стран. При этом большинство конструкций систем станков являются собственными разработками БСС. В настоящий момент на предприятии уже собирают шесть единиц оборудования. Как рассказал гендиректор Барнаул Станкострой Мараджа Мудилов, потенциал завода – около ста единиц оборудования в год. Читайте краткий обзор ключевых событий в промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Мощности производства по выпуску современных композиционных материалов в Томске увеличились в 1,2 раза благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Научно-производственная компания «Полимер Компаун» запустила в Томске новое отделение по выпуску композиционных материалов для кабельной, электротехнической, горнодобывающей и автомобильной промышленности. Мощности производства увеличены в 1,2 раза. Инвестиции в замену оборудования превысили 115 миллионов рублей, из которых 77 миллионов предоставил Федеральный фонд развития промышленности в виде льготного займа по программе «Производительность труда». Кроме того, отмечается, что выпускаемые компанией композиционные материалы используются при изготовлении покрытий магистральных трубопроводов нефти и газа, электрических изделий и труб, применяемых при добыче полезных ископаемых. Также они необходимы при выпуске оболочек и изоляции силовых, гибких и огнестойких кабельных изделий, в том числе для прокладки в местах с большим скоплением людей, в торговых комплексах, кинотеатрах, бизнес-центрах. Генеральный директор НПК «Полимер Компаунт» Анатолий Чернов отметил, что все технические решения были разработаны специалистами предприятия, а сами материалы по своим свойствам сопоставимы с лучшими зарубежными образцами.